Свинется от всех сторон. Это раздается Бухенвальде. Колокольный звон. В ее голосе не просто горечь, а боль. Ужасы фашистского концлагеря снятся и сегодня, спустя десятилетия после тех страшных событий. А потому надругательство над государственным флагом Беларуси и, что еще страшнее, почести, которые вчера в Германии воздавали флагу, под которым ходили полицаи и коллаборанты, у людей, прошедших через нацистский ад, не укладываются в голове. Пришли сюда, чтобы высказать свою позицию, что очень обеспокоены теперешним положением и то, что сейчас происходит в мире. Это наша позиция. Такая же позиция поддерживаю полностью. Против того, что творится вообще на сегодняшний день в мире. Раиса Аркадьевна, маленькая девочка была в этом, как в Азариче, где погибали очень многие дети. Люди пришли к немецкому посольству, которое, кстати, находится рядом с площадью Победы. Похоже, ни обелиск, ни вечный огонь не помогли раз и навсегда запомнить. Любое упоминание о фашизме, не говоря о реабилитации, для каждого белоруса, независимо от возраста, отзывается глубокой болью. В объявленной в Беларуси год исторической памяти, как никто другие, белорусы должны дать решительный протест. Даже попыткам надругаться над нашей государственной символикой. Сегодня молодежь и представители всех общественных объединений собрались у стен посольства Германии, чтобы выразить свой решительный протест. Об этом пришлось напомнить транспарантами для тех, кто видит, и заявить в голос для тех, кто слышит. И эти люди, чье детство и юность искалечили нацисты, имеют на это право. Моральное и человеческое. Сколько белорусы нашей крови пролилось. Боже мой, выстрадали. Мы честные, порадочные люди, работящие. Надо отдать должное. Немецкий посол вышел на разговор. Сказал, что знает об инциденте и сожалеет, что у белорусов, цитата, «это мероприятие вызвало раздражение и непонимание». Что должны были понять белорусы, когда их государственный флаг унижают, не сказал. Но попытался спасти имидж Германии. Вы признаете этот флаг? Да, я, конечно. Вы знаете, у меня там в кабинете этот флаг, это государственный флаг Белоруссии. Это, конечно, федеральное правительство признает. И мы, как посольство, это признаем. Я действительно очень жалею, что в связи с этим мероприятием в канцлерии Бухан-Вальда возникли раздражения. Затем последовали оправдания. Мол, это организовало не федеральное правительство, а некая негосударственная организация. Дальше и вовсе перешел к любимой западом теме российской агрессии. Но перевести разговор в иное русло не дали аргументы относительно того, что сегодня под БЧБ и другой символикой националисты убивают людей на Украине. Да и зачем Германия поставляет туда оружие, если их страна за мир? Господин посол, сколько миллионов жизней было положено в землю, сколько крови пролили, и сейчас льется кровь на Украине. Вот вам показали фотографии со свастикой. Это надо останавливать, господин посол. Участники митинга предельно ясно донесли немецкому дипломату позицию белорусского народа. Наши люди на генном уровне не признают нацизма. И подобное оскорбление, когда государственный флаг меняют на знамя полицаев и где. На земле, где фашисты замучили около 60 тысяч узников, среди которых были и белорусы, нам не понять и не простить. Под этим флагом убивали нас. Убивали, расстреливали, вешали в камерах. Под этим флагом. И они меняют вдруг наш белорусский флаг. Их людьми назвать нельзя, нелюди какие-то. Это просто обыкновенное ханство. Их судить надо за это. Это неуважение к нашему государству. Неуважение к нашему народу, к большому, хорошему народу. Ведь белорусы такая нация. Такой нет. Нет у людей порядочной, у руководителей. Нет своего слова, нет своего разума, порядочности и борьба, чтобы народ твой процветал и мирно жил. Как народ бедствует, вся Европа. После разговора у стен посольства было обещано передать снимки в Берлин для закрепления урока истории. А еще немецкого посла пригласили на республиканский субботник в Хатынь. Чтобы еще раз напомнить, почему нельзя допустить повторения того, что творили нацисты. Андрей Александров, Сергей Вяль. Наши новости ОНТ.